Добрый день. Меня часто спрашивали, как я отношусь к кубику от компании YJ YUSHI V2M. Вот этот кубик. Я отвечал, что не планирую покупать бюджетные магнитные большие кубы. У меня много топовых и их крутить не успеваю. Но тут, внезапно я такой кубик приобрел. И даже не один. Их два. В коробочке тоже кубик. Давайте сразу откроем. Ну, стандартная серия YJ. Код товара 8390 YJ. Вот он кубик. Бесполезные инструкции. Как бы анбоксинг провели. И вот сами кубики. Две штучки. Зачем же я их купил? Неужели я решил бросить свой MGC и выступать на соревнованиях или собирать на скорость на бюджетке? Ну, естественно, нет. YUSHI 2M уступает топовым моделям MGC, Shadow V2. А больше, наверное, сейчас топовых хороших-то и нет. Но я купил сразу два. И для чего я это сделал? Намек есть на фоне. Ну, к примеру, вот. Две трешечки. Да? Удобно соединились. Три трешки. Две четверки. А еще тут есть две коробки с кубиками 5х5. Тоже от YJ. Но уменьшенной версии. Желонг. Ну, или же Чанг. 58 мм даже еще не открывал. Купил я их вместе с этими шестерками. Понятно, что я хочу из них сделать сиамские кубы 6х6. Причем соединять я их буду именно вот как эти четверки. То есть посредством одного ребра. И будет у меня общий блок 1х1х6. Пока я этого не сделал. Решил протестировать сами кубики. Притереть их. Поэтому вот несколько месяцев их собирал. Они у меня уже давно. Ну и заодно своим зрителям могу рассказать впечатление об этой модели. Давайте сразу перемешивать. Какой-то из них я смазал. Какой-то нет недавно. Ну, сейчас узнаем. Вкратце, что можно сказать о кубике. Размер практически как у MGC. Наверное, такой же. MGC, наверное, отличный куб. Конкурент у него только Shadow V2. Я на нем собираю, когда хочу пособирать шестерку. Так что, вот, по характеристикам все у них похоже. Только вот рельсы более отчетливо прорисованы. Не как на MGC. Слева. Вот этот, Юши. Вот этот MGC. Строение. Кому-то интересно. Хороший кубик. Да, он немножко не такой резкий и контролируемый, как MGC. Ну, для того это топ куб. Это бюджетка. То есть, отличия есть. Но, кубик магнитный. И собирать им можно не хуже, чем на топовых моделях. И если вы планируете купить первый кубик 6х6. И подумывайте о магнитной модели, что весьма разумно. То Юши 2М, наверное, наилучший вариант. Конкурентов пока я не видел. Но разве что Диан Шенг. Но в руках он мне не попадал. И покупать я их уже точно не буду. Разве что 8х8, если он выйдет. А 6х6 и 7х7 нет. 6х6 точно нет. А на 7-ке я еще подумаю. Так как в этой серии есть еще Юфу 2М кубики. Я бы тоже купил парочку. Но они как-то не очень активно продаются. В крайней мере там, где я покупаю. Так что, может, над 7-кой Диан Шенг я задумаюсь. Но, после того, как я сделаю 7-ские кубы 5х5. И 6х6. Если все будет удачно, то уже и 7-ку, наверное, сделаю. Да, сиамские четверки у меня сделаны из мейлонгов магнитных. Если бы я делал это позже, наверное, взял бы Жи Лонги. Они покомпактнее. Пятерочка. Жи Серия, она даже меньше до четверки. Ну, как будет поудобнее. Ну, тоже хорошо. Кубик отличный. Давайте разок соберем. Не спеша и потихоньку. Чтобы посмотреть. Да, были у меня как-то локапы. На этом кубике. Без рассыпаний. Ну, короче, они возможны. Есть, что можно здесь улучшить. Но для первого куба 6х6 с магнитами. Вариант все-таки отличный. Готов первый центр. Собираем второй. Одна полоска. Вторая полоска. Так, две полоски есть. Третья. И дособираем четвертую. Так, два противоположных центра готовы. Соберем дальше. Давайте красный. Не так часто сейчас собираю обеих кубы. Возможно, зря. Но времени на все не хватает. Ну, и как собираю. Вот я тестировал два этих кубика параллельно. Ну, очень даже приятно. Так, что-то у нас здесь странное. Две полосочки. Третья. Так, сломал. Так, бево-красно-зеленый. Собираем дальше. Оранжевый. Одна. Так, хорошо. Давайте крайнюю. Вот эту. Ну, это просто туда отправим и так уже дорешаем. Ну, а центры собраны. Переходим к ребрам. Ну, в принципе, вращение, я думаю, уже понятно. Синие-желтые. Так, два бело-синих элемента встают. Еще два. Собираем бело-красные. Так. Еще. Видим зеленый сразу. Так, больше нет. А, вот он. Так. Так. Ну, наверное, желто-оранжевые. Тут четыре ребра готовы. Переходим сюда. Видим парочку. И заменяем, наверное, на вот это бело-синее. Дособираем. Зелено-красные. Финальные. На восстанавливание. Так, что у нас здесь? Не очень удобно. Ладно. Поставим одно. Поставим второе. Так. Зелено-оранжевые. Дособираем ребра. Так. Ну, разворота одного ребра не потребовалось. Тоже неплохо. Крест. Вот на этапе 3х3 немножко как-то вот хотелось бы чуть-чуть по-другому. Но вполне терпимо. Что и тут паритет не будет. Так, я не тот алгоритм сделал. Торопился. А, ну хотя бы. Перелел. Вот. Хотелось бы чуть больше резкости на крайних слоях. На этапе 3х3. Но это уже придирки. Для бюджетной и очень недорогой модели. Я сейчас не помню сколько оно стоит. Но это гораздо дешевле магнитных других всех аналогов. Но аналог-то сейчас, наверное, какой? Little Magic магнитный. По-моему, выпускали 6х6. И... Дианшенг. Ну, серия вот эта вот. U. От YJ. Очень хороша. Так что вполне рекомендую. Для первого магнитного куба 6х6. Юши 2М. Вариант отличный. Но если хотите что-то получше. Есть MJC. Либо Shadow 2М. Про них есть отдельное видео на канале. Можете посмотреть. Скором, или не очень времени, я сделаю из них вот такой вот сиамский кубик 6х6 с блоком 1х1х6. Надеюсь, будет оно крепко держаться. Посмотрим. Ну, четверки держатся хорошо. А это время покажет. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.